Доброе утро, Иркутск! Спасибо, что пригласили. Спасибо вам, что пришли. Я думал, все маршруты по кругу Байкальской железной дороги начинаются очень рано. Вообще, КБЖД, как мы любим его называть, очень интересный маршрут, много красивого. Многого мы не знаем, какие-то просветительские беседы, экскурсии, воды рассказывают. Но многие иркутяне, к стыду своему, надо сказать, не были еще на этой экскурсии, но там действительно много интересного. Расскажите подробнее, пожалуйста, именно про экскурсию, что ожидает тех, кто поедет и кто все-таки согласится. Да, вот непосредственно к предыдущей теме путешествия, они тоже повышают IQ, знаете ли. И я, как турагент с большим многолетним стажем, могу с уверенностью сказать, что путешествие, каждое путешествие, оно меняет человека. И я предлагаю всем иркутянам начать с небольшого однодневного путешествия на Байкал. Знаете, лозунг нашей компании, вот у нас была реклама, да, увидеть Байкал проще, чем вы думаете. И действительно, что может быть проще, чем приехать на железнодорожный вокзал в Иркутске, сесть на наш туристический поезд и поехать на Байкал. Значит, каждую среду и каждое воскресенье наш поезд отправляется с утра пораньше от Иркутского железнодорожного вокзала и следует без остановок до Слюдянки. В Слюдянке первая большая остановка, 30 минут, это уникальная возможность посмотреть на достопримечательность первую, которая встречается у нас на пути. Это здание вокзала Слюдянского, которое построено полностью из белого мрамора. За это время к нам цепляют, к нашему поезду цепляет тепловоз, потом мы садимся обратно на свои места занимаем и путешествуем уже по кругу Байкальской железной дороги. В течение всего дня с небольшой скоростью 20-25 км в час, с экскурсионными остановками, с прогулками, очень красивые фотографии получаются. Уникальное место, кроме того, что вы весь день путешествуете по берегу Байкала, это еще и исторический архитектурный памятник. То есть Кругобайкальская железная дорога, это, как многие думают, что как можно вокруг Байкала за один день объехать. Это не вокруг Байкала дорога, это участок пути протяженностью 90 км, который был построен в начале прошлого столетия. Построен в труднодоступном месте, там пробито около 40 тоннелей, построено больше 300 мостов и виадуков на таком коротком участке. Представьте. Ну давайте не будем раскрывать все эти вот интриги. Да, экскурсию я не буду раскрывать, я просто расскажу. Потому что я вас сейчас так слушаю, очень внимательно, потому что в понедельник тоже собираюсь исправить вообще вот эту свою ошибку и поехать на Кругобайкальскую железную дорогу. Но говорят, что очень много гостей из Китая посещают эту экскурсию. И как к этому относятся иркутяне? Вообще так ли страшная ситуация? То есть многие жалуются, действительно ли так плохо? Ну да, я должна предупредить, что если вы приобретаете путевочку на Кругобайкальскую железную дорогу, будьте готовы к тому, что в вагоне вместе с вами будут путешествовать туристы из Китайской Народной Республики. Ну куда от них деться? Это наши гости. Давайте будем гостеприимными хозяевами. Они приезжают к нам на Байкал и мы должны их встретить достойно. Да, я понимаю, что многим не нравится в силу менталитета их, да, что они ездят с большими группами, значит, тональность языка. Да, громкие они очень. Да, громкие очень. Чего-то там скрывать. Ну не знаю, кому как, но мне, допустим, очень нравится. Конечно, изучала Китай. Но в любом случае мы выделили один вагон, в который мы стараемся не садить китайских туристов. Так что, если вы хотите ехать без вот этих шумных соседей, то просите билетик в первый вагон. Здорово. Наталья, но ведь китайцы, это еще не все гости, которые посещают... Конечно, конечно. На втором месте корейцы. Но корейцы, они не такие шумные, это очень похоже на масса. То есть можно снять, в принципе, в один вагон. Да, они очень хорошо говорят по-английски. Очень много с Европы. Есть даже группы, которые специально приезжают на Кругобайкальскую железную дорогу. То есть у них они вчера прилетели, сегодня они катаются по Кругобайкалке, а завтра они улетают. То есть вот из Австрии целенаправленно ездят именно на этот исторический памятник архитектуры. Слушайте, ну здорово. Но, тем не менее, все-таки, когда говоришь о природе, всегда представляешь летние какие-то путешествия. А уже осень, между прочим, середина сентября, 15 число. А скоро зима. И скоро зима приближается. Действительно, существуют ли зимние туры? Да, вот наш летний поезд, он курсирует до 9 октября. Да, успевайте, и вы тоже, Аркадий, успевайте на нашу экскурсию. На 2018 год мы запланировали несколько зимних рейсов, приуроченных к праздничным датам. То есть первый зимний рейс будет у нас на Рождество. Это 6-7 января. Всех приглашаем. Затем будут рейсы в начале февраля, в конце февраля и также в марте, в начале и в конце. Почему именно в эти месяцы? Потому что именно в это время на Байкале встает лед, и Байкал превращается в огромный, красивый, бесценный бриллиант. Там очень красивая зима на Байкале, конечно, ничуть не хуже, чем летом. Да, и мы живем возле такого сокровища, и некоторые иркутяне действительно ни разу там не были. Я всех приглашаю на нашу экскурсию. И мы тоже, друзья, призываем всех обязательно отправиться на эту экскурсию на Кругубайкальскую железную дорогу. Я уверена, что вы не пожалеете. Наталья, ну и самый главный вопрос. Да, действительно, где, как, что нужно сделать, кому нужно заплатить и отдать все свои деньги, чтобы... Нашу экскурсию вы можете приобрести в любом турагентстве города. Ну и, конечно же, у нас. У нас офис находится на улице Дзержинского, дом 9, офис 208. Работаем мы с 9 до 6. Если вам неудобно в это время, вы можете в любое время приехать на железнодорожный вокзал и там в пригородной кассе приобрести билетик на нашу экскурсию. А как удаленно можно приобрести, если, допустим, гости из других городов? Да, конечно. У нас есть сайт bycaltrain.ru, у нас есть инстаграм, наши странички есть во всех практически соцсетях. Вы можете в поисковую строку ввести bycaltrain, это название нашей экскурсии, и забронировать онлайн сайты или даже в инстаграме могут писать. Проще не придумаешь. И последний вопрос. За сколько нужно делать заказ, за сколько нужно покупать билет, чтобы все-таки попасть в поиск? В любое время. Но имейте в виду, что чем ближе даты экскурсии, тем меньше шансов занять хорошие места. Ну, за недельку, допустим. Зовем это так. В общем, друзья, действительно, приобретайте билеты, съездите на эту замечательную экскурсию. Я был, я был на круговой галке. Летом было красиво. Столько фотографий, которые я случайно удалил. Но надо будет съездить и обновить еще раз. Спасибо огромное. У нас в гостях была Наталья Баженова, заместитель генерального директора Транссибирской пассажирской компании. Ну, а мы продолжаем нашу программу, друзья. Второй час, вторая тема. И поговорим о похудении, о нашей любимой теме. Смотрим, что подготовили наши журналисты.